Для начала нам потребуется 500 грамм урбича и расходимся по домам. Урбич уже есть, можно и сюда. 500 грамм льняного семени. Предварительно мы льняного семени подсушили в дегидраторе, так как у нас есть он. Если у вас нет дегидратора, можете подсушить где-то в печи, в камине, где еще можно подсушить. На батарее, на улице, на солнце и так далее, но температуру там не держится так точно, как в дегидраторе. В общем мы подсушили при 40 градусах льняное семя, у нас тут 500 грамм. Далее, чтобы урбич быстрее сделался, чтобы меньше процесс трения был, чтобы меньше нагревался сам урбич в процессе измельчения, мы его сыпем в блендер, благо у нас есть мощный блендер. Вот так вот, похвастаюсь чуть-чуть. А, да. Закрываем крышкой, включаем кнопкой. Не тукнул, конечно. Всё за мной волшебно. Мы засыпали семя в блендер, выставляем скорость, выставляем температуру. Температуру? Выставляем скорости таймер и включаем. Готово. Льняное семя измельчили в блендере. Далее второй шаг, это подогреть жернова. Жернова можно подогреть, как мы, в дегидраторе, либо же вы можете, например, на водяной бане их подогреть, или ещё как-нибудь изгаляться в сковородке, микроволновке, но я не советую, я не пробовал, просто так только что придумал. Короче, жернова нужно подогреть для того, чтобы масло быстрее извлекалось, меньше происходило нагрева тут. И так вот, может быть, ещё для чего-то. Далее засыпаем продукт. Засыпаем постепенно. Засыпаем постепенно, поглядывая за тем, чтобы жернова не остановились. Они не останавливаются, всё нормально. Жернова могут остановиться в том случае, если слишком много продукта засыпали, и мощности у меланжера, может, не хватило, к примеру. Всё. Нет. Всё. Теперь осталось только ждать, пока меланжер приготовит урбич. Временами будем поглядывать. И когда из этой муки уже выделяться масло будет, смесь будет сгущаться и прилипать к камушкам. Прилипая к камушкам, нужно будет пользоваться лопаткой и очищать. Но, возможно, не будет ничего прилипать. И будет всё чётенько. Чётенько. По времени, я думаю, часа три нам понадобятся. Ну, я так думаю. Если бы это был какой-то более мягкий продукт, то потребовалось бы часа полтора. В случае с кокосом там минут тридцать нужно. Ждём. В общем, сейчас прошёл час. Масса уже стала достаточно густой. Я хотел показать температурку. Так. Не знаю, вам там видно? Нет. Видно. Мне точно видно. Не, не видно? Блин. Короче. Тридцать восемь. Если же вы какой-то супер-мега-строгий сыроед. И 42 градуса для вас уже этого много очень. То рекомендую временами останавливать. Давать остыть продукту и снова включать. Но так как урбич, как и масла, это не фрукты и овощи, и полезные вещества тут пропадают при более высоких температурах, а если честно, я вообще не верю, что тут есть полезные вещества, ну ладно, не суть, то я особо не парюсь, и 40-45 градусов для меня это вполне нормально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, постынь же. На часах 11.30 вечера, а значит мне пора домой, иначе меня закроют на выходные в офисе ночевать, а также это значит, что прошло 3 часа. Три часа прошло, урбич готов. Вот он такой вот густой, вкусный, такой же вязкий, как и покупной. Только в отличие от покупного, вы можете быть уверены на 100% в том, что он сырой, в том, что его готовили в чистоте, и в принципе все свое во много вкуснее всегда. А еще я хочу сказать, что температура в пике достигла 47 градусов. 47 градусов. Я думал, что будет 45, и раньше я всегда получал 45, но не так это важно. Важнее то, что льняной урбич – это один из самых твердых урбичей, один из самых сложных урбичей, следовательно, при приготовлении какого-либо другого урбича температура будет ниже определенно. Если же вы какой-то очень строгий сыроед, и для вас 47, да даже 45, для вас высоко, то тогда можете в середине измельчения остановить пищмейкер, он же меланжер, он же мельница, дрим-классик, остановить, взять чашу, поставить ее куда-нибудь в холодное место, дать ей остынуть, потом заново поставить на место, и продолжить измельчение. Я бы еще добавил, что минут 30 ему бы постоять, поготовиться, и тогда была бы масса еще более однородной, и еще прекраснее. Но так как у меня нет времени, пора бежать домой. Хочу сказать вам спасибо за внимание, покупайте наш меланжер, как вы видите, все прекрасно работает, все прекрасно готовится. Я сам уже пользуюсь год, и похвастаюсь, я 7 лет сыроед. Всем спасибо за внимание номер 2. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, или там, или тут, и ставьте колокольчик. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok